Сегодня у нас будет больше обзорных частей, чем подробных доказательств. Сначала поговорим про фуллерены. В прошлый раз уже было дано определение, что фуллерен мы называем простой трехмерный многогранник, у которого все грани — пяти- или шестиугольники. И вчера мы с вами доказали, что любой такой многогранник имеет ровно 12 пятиугольников. То есть если пк — это число коугольников, то для фуллерена у нас п5 всегда равно 12. Ну и дальше были несколько упражнений сформулированы. Во-первых, что если п5, п6, число шестиугольников, равно нулю, то комбинаторно существует единственный фуллерен, который просто-напросто додекаэдер. Он имеет такую диаграмму Шлегеля. Вот можно показать, что он единственный, у которого нет шестиугольников. Значит, если взять число шестиугольников, равным единице, то упражнение доказать, что таких не существует. А если число шестиугольников равно двум, то снова существует единственный фуллерен, который имеет очень похожий вид. Нужно взять на этот раз шестиугольник и окружить его двумя поясами пятиугольников. Такой фуллерен мы называем шестьбочкой. Здесь шестиугольник, все остальные пятиугольники, и наружный тоже шестиугольник. Такой фуллерен мы называем шестьбочкой. Вот оказывается, что если шестиугольник ровно 2, то это в точности шестьбочка. И дальше можно на основе шестьбочки построить фуллерен с любым числом шестиугольников. Следующая конструкция. Давайте рассмотрим такой фрагмент, который состоит из шестиугольника, четырех примыкающих к нему пятиугольников, и еще двух пятиугольников в следующем виду. Давайте применим к этому фуллерену операцию срезки пары смежных ребер, то, что мы на прошлой лекции обсуждали, операция Берхарда. В данном случае давайте выберем либо вот эти два ребра, либо эти два ребра. Тут все равно. Если применить такую операцию, то шестиугольник разобьется на два пятиугольника, а соседние пятиугольники станут шестиугольниками. То есть здесь произойдет 5, 5, 6, 6. И вот что интересно, внутри этого нового фрагмента можно найти точно такой же фрагмент. А именно давайте возьмем теперь вот этот шестиугольник, и вот у него уже есть вокруг 1, 2, 3, 4 пятиугольника и еще два пятиугольника в следующем ряду. То есть вот если вот так вот взять, то вот этот фрагмент комбинаторно эквивалентен, этот синий фрагмент нового многогранника, он комбинаторно совпадает с красным фрагментом старого многогранника. Поэтому мы можем в нем еще раз применять такую же операцию, сколько угодно, много раз. Да и поэтому, применяя такую операцию, мы получим фуллерен для любого наперед заданного числа шестиугольников. Понятно, да? Нет вопросов. Вот. Таким образом, для любого k больше или равно 2 существует фуллерен с p6 равным k. Хорошо. Ну тогда возникает логичный вопрос, а сколько всего фуллеренов с заданным числом шестиугольников? Ну этот вопрос на самом деле довольно сложный, и вот есть некие частичные результаты в этом направлении, а именно, что при больших p6, давайте обозначим f, это p6, это число фуллеренов с заданным p6. Вот оказывается, что при больших p6, вот эта функция, она растет как p6 в девятой степени. Значит, этот факт выводит из довольно глубокой работы Уильяма Терстона, которая посвящена как раз параметризации множества всех вот таких разбиений сферы, или скорее двойственных треангуляций. Если у нас есть простой многогранник, то двойственный к нему многогранник обладает тем свойством, что все его грани треугольники. Получается, что его поверхность – это сферы, разбитые на треугольники топологически. Получается, что треангуляция сферы с вершинами валентности 5 и 6. Получается, если взять двойственный многогранник фуллерена, то у него будет 12, это будет треангуляция сферы, причем будет 12 вершин валентности 5, а остальные вершины валентности 6. Ну и если так в общем описывать подход, откуда это получается, то можно сделать следующую процедуру. Давайте рассмотрим такой же набор правильных треугольников. Пусть каждому треугольнику на поверхности двойственного многогранника сопоставлен правильный треугольник. И давайте склеим эти правильные треугольники точно так же, как они склеены на границе двойственного многогранника. Получится некое пространство такое. Ну, если представлять, что мы их взяли, вырезали из резины, стали склеивать, получится какой-то такой футбольный мяч. Но у него будут такие интересные свойства, что если мы возьмем точку валентности 6, то в ней сойдется 6 треугольников с вершинами по 60 градусов. И получится, что то, что образовалось, это будет ничем не будет отличаться от внутренних точек треугольника. Это будет похоже на часть плоскости. И получится, что в этом мяче у него во всех точках, кроме вот этих точек, которые из валентности 5 образовались, он просто, его можно взять, вырезать кусочек и просто выложить на плоскость этот кусочек. Так что получится кружочек на плоскости. А с вершинами валентности 5 так не получится. Здесь будет 5 углов по 60 градусов в сумме 300. И это можно себе представить, как кусочек конуса. Мы можем разрезать, взять такой круг с вырезанным треугольником и склеить эти два ребра. Получится такой конус. И вот получается некое пространство, которое топологически является сферой, и на нем задана метрика. Можно между двумя точками найти расстояние, как, например, длина кратчайшей ломаной, которая их соединяет. На самом деле, эта ломаная всегда будет просто прямой линией. Она будет идти в каждом треугольнике, будет прямым отрезком, и на стыках она будет всегда углы совпадать, будет просто продолжаться для прямой линии. Вот между любыми двумя точками можно такую вот провести кратчайшую прямую. Получается некоторая метрика на сфере. А дальше есть такой любопытный факт. Если взять такую метрику на сфере, получается, что она склеена из треугольников. И у нее есть какой-то конечный набор особых точек, конических особенностей. Здесь будет везде угол 60. Дефект, чего не хватает до 360, и везде будет 60 градусов, и будет здесь 12 таких точек. То интересный факт заключается в следующем, что если выбрать одну из этих точек, и провести кратчайшие прямые до всех остальных точек, получится 12 таких кратчайших прямых. То есть 11. Одну точку выбрали, еще 11 осталось. И дальше мы можем сделать разрезы вдоль этих прямых. Что это такое будет? Вот у нас была сфера, ну, здесь я их и меньше нарисовал. Вот мы разрезали, так что-то такое получилось. Так, 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 так. Получается, что дополнение, то, что осталось на сфере, это получился многоугольник. Сейчас и многоугольник. Причем он такой, в каждой точке он плоский, если взять его кусочек, то его можно всегда на плоскость выложить. Так вот, оказывается, что не просто кусочек, вот если мы начнем этот многоугольник выкладывать на плоскость, вот возьмем сначала его угол, нарисуем, потом начнем так продолжать, да, он уже дальше выложится, дальше выложится. И, в принципе, если бы у нас был какой угодно многоугольник, который мы склеили там как-то, то он мог бы начать с вами пересекаться. То есть мы могли бы его выкладывать, да, вот он бы как-то пошел, а потом взял и на себя как-то налез. Так вот, оказывается, что такого не произойдет. То есть вот любопытный факт, что всегда такой многоугольник выложится на плоскость без самопересечения. Получается, что возникнет такой вот ломанный многоугольник, у которого будет 11 таких вершин и 11 таких вершин. Вот, и получается 11 точек на плоскости, которые его задают. Но тут, если внимательно посмотреть, то его можно задать 11 точками. Значит, откуда он появился? Значит, что мы сделали? Мы взяли точку и соединили ее отрезками со всеми остальными точками, кратчайшими, такими прямыми линиями. А дальше мы сделаем разрезы вдоль каждого из этих отрезков. Сделаем разрезы и тогда получится, что дополнение до этих разрезов на сфере какая-то область, которая ограничена этими разрезами. Но когда мы разрежем, то это будет прям граница, получится настоящая ломаная линия. То есть получается часть сферы ограничена ломаной линией. Ну то есть с точки зрения метрики это просто многоугольник, который еще и локально выкладывается на плоскость, потому что у него все плохие точки оказались на границе, поэтому внутри он в каждой части выглядит плоско. Это кусочек плоскости. Поэтому его можно начать выкладывать так постепенно. Сначала взять один угол, выложить, потом так его потихоньку продолжать, продолжать, и он будет выкладываться на плоскости. Но вот плохие точки это как раз 12 вершин, которые все остальные хорошие. И получится, что получится 11-ти угольник, который вот это уже нетривиальный факт, что его можно выложить на плоскость без самопересечения. Получается, что на плоскости возникнет 12-ти угольник. 11-ти угольник вот такой вот, ну то есть 22-х угольник, на него будет 11 таких вот шипов наружу и 11 внутрь. Причем вот если посмотреть внимательно, то вот здесь 300 градусов, поэтому вот это будет 60 градусов. 60 градусов. Причем вот это будет равно вот этому. Поэтому вот эта точка она однозначно восстанавливается по этим двум рогам. И поэтому достаточно знать только 11 точек, куда попали концы вот этих рогов. получается 11 точек на плоскости. Вот. Ну, можно считать, что 1, например, в начале координат. Остается 10 точек на плоскости. Получается, что 10 параметров. А дальше как узнать теперь, как восстановить число треугольников, которые были в начале? Как восстановить число треугольников, которые были в начале? Это связано с площадью. Вот если у треугольника какая-то площадь, ну, если считать, что у нее, например, площадь 1, ну, или там не 1, то площадь вот этого разрезанного, выложенного такого многоугольника, она равна как раз числу шестиугольников. числу треугольников, которые там были. Ну, если площадь 1, это 1, но если не 1, там, ребро 1, ну, тогда будет просто пропорционально умножено. Поэтому число шестиугольников, то есть число, получается, вершин фуллерена восстанавливается как площадь этого многоугольника. Итого, ну, так вот, грубо говоря, получается, что это начало координат, всего у нас получилось еще 10 параметров, и еще на них одно соотношение площади, получается, 9 параметров. То есть, вот, грубо говоря, остается 9 параметров, и поэтому число фуллеренов заданным числом шестиугольников, что то же самое заданным числом вершин, они там линейно выражаются, это будет как P6 9 степени. Причем, интересный факт, что эта функция, она очень хитро растет, даже, если я не ошибаюсь, она не монотонна. То есть, вот эта функция, она интересная, и вот представляет интерес с разных точек зрения. Вот она имеет смысл такой теоретико-числовой, там есть некие формулы, какие-то суммы, которые с теорией чисел возникают. Так, значит, что касается числа фуллеренов. Таким образом, число фуллеренов, оно получается с большим числом шестиугольников, оно огромное. Ну и возникает естественный вопрос, а вот нельзя ли как-то их, какие-то структуры на это множество фуллеренов создать, чтобы их можно было как-то более эффективно изучать. И вот сейчас мы про это поговорим. Значит, для химии фуллерены, а фуллерены, они именно в химии возникли, это слово. Значит, в 1985 году был синтезирован экспериментально первый фуллерен, то есть настоящая молекула углерода, которая имела форму, по крайней мере, теоретически, там, из каких-то соображений, теории, усеченного экосайдра или футбольного мяча, она еще имеет имя бакминстер фуллерен C60. Это нужно взять экосайдр и срезать у него все вершины. У него вершин, получается, сколько у него вершин? У него у дедекаэдра 12 грани, поэтому 12 вершин. Нужно срезать эти вершины, получится пятиугольники, потому что вершина валентности 5, а треугольники, каждый треугольник, он трем вершинам инцидентен, поэтому у него три вершины срезуса, получится шестиугольники. У него получится 20 12 пятиугольников и 26 угольников. И более того, у него интересное такое свойство, что пятиугольники не пересекаются. Такие фуллерены имеют название IPR фуллерен. От английского здесь isolated pentagon rule. IPR фуллерены, у которых пятиугольники не пересекаются. Вот можно показать, что если P6 равно 20, как здесь, и пятиугольники не пересекаются, и P IPR фуллерен, то P это бакминстер фуллерен. но это упражнение, это можно показать. Откуда взялось слово фуллерен? Да в том, что был такой известный американский архитектор, пятиугольник, его звали Ричард бакминстер фуллер. Он был архитектором, философом, но самое главное, что от него осталось, это купола. Он строил купола, которые были разбиты либо на пяти-шестиугольники, но скорее на двойственное разбиение. Все-таки удобнее строить купола из треугольников. Это более жесткая конструкция. Вот они были такие сферические купола, которым не нужны были точки опоры. У них не было таких столбов. Они просто опирались на свою границу. Такие купола, там граница эта склеена из треугольников. Вершина валентности 5,6. Без точек опоры внутри. Вот если в интернете зайдете, может найти картинки. Даже в Москве такой купол, если я не ошибаюсь, был на одной из выставок каких-то где-то там в 80-х годах. Так вот интересно, что вот этот принцип, какой здесь принцип, что получается, что при заданной поверхности хочется, чтобы больше там внутри поместилось в таком куполе. Кажется, он имеет связь с глубокой математикой. Кажется, еще задолго до открытия слова Фуллерен, открытия Фуллеренов в 1935 году такой математик Гольдберг изучал изопериметрическую проблему для многогранников. Но она уже довольно древняя, там и Минковский занимался, другие классики. Задача в следующем заключается, что при заданном М число граней и пусть еще будет Ф площадь поверхности. Проблема формулируется так, найти многогранник с заданным числом граней, заданной площадью поверхности и максимального объема. Найти многогранник максимального объема. Для маленьких значений там для М равно 4 тут собственно получается любой многогранник это тетраэдер, нужно только среди них выбрать подходящий. Там будет правильный тетраэдер и это если угодно задача. Здесь справится школьник, а вот дальше уже будет сложнее. Для М равно 5 там ответ будет прямоугольная пирамида, треугольная, призма, прямоугольная треугольная пирамида. М равно 6 ответ получается куб. А дальше к тому времени как-то было все непонятно 35-му году. Даже для М равно 7 там уже возникали вопросы. И вот Гольдберг в своей статье привел довольно серьезные аргументы и получил в частности, что для М равно 12 будет правильный додекайдер. додекайдер. Но дальше вот его метод привел к его предположению, которое он высказал в качестве гипотезы. при М больше ибо равно 14 оптимальный многогранник это фуллерен. Вот есть такая интересная гипотеза Гольдберга. Очень сложная гипотеза. Почему она сложная? Потому что, во-первых, мы видим, что даже число фуллеренов растет так сильно, а число многогранников всех еще сильнее растет. И среди них нужно что? Для каждого типа комбинаторного нужно еще найти его оптимальную форму. В общем, эта задача очень сложная. Неизвестно вообще, когда она будет решена. тем не менее, вот такая красивая гипотеза, что фуллерены оказываются важны еще с такой точки зрения. Теперь вернемся. А какие еще интересы? М4, М6, М12? Еще что-нибудь? Каких там интересных? Ну, я точно не могу сказать. Вот в его статье там еще 7 упоминается. но в статье недавней Олега Мусина там это все еще в качестве гипотезы, правда, с меньшими подробностями. В общем, я подозреваю, что современные вычислительные методы могли позволить еще куда-то продвинуться, но вот это я точно не могу сказать. Вот. таким образом сами многогранники, которые мы называем фуллереном, они вызвали интерес еще задолго до открытия химических фуллеренов. Но с открытием фуллеренов, кстати, за это открытие в 96-м году была дана Нобелевская премия по химии. Математическое изучение, оно просто такой взрыв произошел, там огромное количество разных работ. Ну и одна из основных проблем, это проблема комбинаторного перечисления фуллеренов. Как перечислить все фуллерены заданным числом шестиугольников. Ну и в этом направлении были достигнуты такие существенные результаты и появилось ну как минимум три основных метода, как их перечислить. Значит, один метод он еще в начале 90-х был придуман, называется спиральный метод. Идея была в том, что представим себе, что мы чистим апельсин, сначала кусок отковыряли и начали потихоньку его разворачивать. Получается, что его корка так разворачивается и получается такая спираль. и вот то же самое они предложили делать с фуллереном, что взять какую-то грань, потом взять следующую грань и потом начать разворачивать это по одной грани, добавлять так, чтобы все время следующая грань граничила по ребру с предыдущей и следующей. Тогда возникает, например, если начать с пятиугольника, хотя это не обязательно, будет потом еще какая-то грань, потом еще грань. и в этой последовательности можно указать в каких местах стоят пятиугольники. Ну и дальше можно все-таки последовательности перечислять, восстанавливать фуллерены, но проблема оказалась в том, что не все фуллерены допускают такую спираль, то есть последовательность грани так, чтобы все грани включала и одна грань, следующая, каждая грань граничила с предыдущей следующей по ребру. Но первые такие примеры они больше чем 300 вершин. То есть это было открыто не сразу. Для маленьких фуллеренов, ну и даже для достаточно уже больших такие этот алгоритм очень быстро работал, но проблема оказалась в том, что он не покрывает все фуллерены. ну и дальше там были работы, где этот алгоритм был улучшен, ну и в итоге была создана программа, которая называется, по-моему, так и называется, фуллерен, которая реализует вот эту идею спирального алгоритма. Это был один подход. Другой подход здесь отличились математики, а может быть даже и химики. патрик фуллер, патрик фуллер, еще был там такой монолополос. Ну и это вот они сначала этот алгоритм открыли, потом доказали, что он неполный, и потом еще уже в 2000-х годах он был доделан уже другими авторами. Там Вирц, Шверц, Фельгер, в общем, там в 2000-х годах был доработан, получен в программу фуллерен. Вот еще в 1997-м году был построен первый полный алгоритм перечисления фуллеренов, его идея принадлежит Бринкману и Дрессу. То есть это была теоретическая работа, из которой возник алгоритм, который был реализован в программе, которая получила название фулген. Ну там идея была такая, что нужно взять на поверхности фуллерена так называемый зигзаг. Нужно взять последовательность ребер со следующим свойством. Вот берем ребро, допустим, оно еще граничит с каким-то другим ребром. Получается здесь грань. Так вот, следующее ребро не должно лежать с этим ребром, с этими двумя ребрами в одной грани, а с этим должно лежать. То есть получается, что здесь грани чередуются. одна грань, потом другая грань, потом третья грань. Получается такой зигзаг. Вот если взять произвольные два ребра, то третье ребро уже автоматически восстановится и четвертое. В общем, дальше можно идти однозначно. Да, ну, просто трехвалентный граф. Здесь вот грань, уже будет здесь первая грань, вторая грань, но мы не можем идти по этой грани опять, поэтому должны перескочить на третью грань и так далее. То есть по двум ребрам такой зигзаг однозначно восстанавливается. И вот такой зигзаг, он может, если его продолжить в обе стороны, то может произойти одно из двух событий. Либо зигзаг замкнется, тогда фулерен разрежется на две шапочки. Либо он сам пересечется. То есть мы пойдем, так пойдет, если в эту сторону как-то так пойдет. Здесь все разобьется на два куска, здесь на три куска. И дальше идея была в том, чтобы все такие куски перечислить, а перечисляя куски, можно склеить в фулерен. То есть общая идея такая. И вот были созданы таблицы, где-то там приблизительно до 200 вершин. Сейчас, может быть, здесь я тоже погорячился, но больше 100 точно. 300 значит, в интернете есть такая страничка, называется там сайт House of Graphs House of Graphs. И в нем там есть раздел фулерены. ну там как-то нужно по сайту походить. И там можно найти прямо эти числа, можно найти таблицу всех фулеренов для заданных значений. Но оказалось, что этот алгоритм работает неправильно. То есть следующий алгоритм был уже создан уже в 2000-х годах и называется Баки-ген. Баки-ген. И вот идея этого алгоритма она новая. И мы сегодня посвятим ей часть лекции улучшению этой идеи, скажем так. Значит, идея заключается в следующем. Там так и называется по-английски growing fullerene from seed. То есть мы вырастим фулерен как бы семечко. То есть нужно взять сначала какой-то один фулерен ну или может быть несколько семечек. Можно взять например додекаэдр ну или можно еще взять дополнительно несколько к нему. Это будет семечко. После этого нужно взять некий набор операций. Вот есть начальный начальный дальше набор операций каких-то конечных ну нет сейчас скажу поточнее набор операций и мы дальше применяем эти операции и хотим посмотреть что получится в итоге. Хотелось бы чтобы все фулерены получились. Вот если мы такое получим докажем что набор операций из додекаэдра или там еще нескольких фулеренов начального набора дают все фулерены то дальше можно алгоритм так и построить. Берем начальные фулерены последовательно применяем операции и в конце концов мы все перечисляем. Нужно только на промежуточных шагах удобно их все складировать различать чтобы не повторялись. Ну вот здесь возникла такая проблема. значит операции искались в следующем виде назовем это операции роста это операции которые делают следующее давайте на поверхности многогранника возьмем какой-то замкнутый не самопересекающий серебряный цикл ну вчера мы обсуждали что на плоскости замкнутая ломаная не самопересекающаяся она отделяет две компоненты связанности одна из которых она на самом деле является диском ее можно отобразить на многоугольник кусочной линейной вот и то же самое на поверхности многогранника будет вот так вот только там обе части будут дисками вот возьмем такой диск и предположим что у нас есть теперь другой диск у которого граница выглядит таким же самым образом да что значит что граница выглядит таким же самым образом ну можно например делать следующее вот у нас сам многогранник трехвалентный но этот граница диска у него будет вершина валентности либо 3 либо 2 в зависимости от того куда ребро смотрит внутрь или наружу вот если здесь наружу смотрит то здесь валентность будет 2 с точки зрения многогранника если диска если так то 3 будет да и можно взять все тревалентные вершины и посмотреть между трехвалентными вершинами сколько ребер находится и написать эти числа да вот найдем числа а1 а2 а какой-то к да это назовем это граничный код то есть у нас есть разбиение круга на 5 и 6 угольники причем валентности внутри всегда 3 а на границе 2 или 3 у него есть граничный код давайте рассмотрим два разбиения с одинаковым граничным кодом тогда они взаимозаменяемы можно вместо одного вставить другое и получится новый фуллиен вот самый простой пример это то что мы делали с вами в самом начале там ровно то же самое происходило у нас был фрагмент который мы подразбили получили новый фрагмент но граница вся та же самая осталась но еще проще еще проще обстоит дело когда мы рассматриваем операцию срезки двух ребер да она выглядит вот так вот у нас есть шестиугольник и мы его подразбиваем на два пятиугольника здесь будет теперь шесть пять пять шесть с одной стороны мы видим что эта операция она встречалась у Берхарда то есть мы вчера обсуждали что любой простой многогранник можно получить с тетрайдер тремя операциями с резкими вершин ребер пар смежных ребер вот это как раз одна из тех операций но с другой стороны можно показать что если мы хотим рассмотреть операции вот Эберхарда которые переводят Фуллерен и Фуллерен и то это единственная операция только такая может быть только срезка двух ребер И причем обязательно эти два ребра должны быть шестиугольниками, так что здесь пятиугольники. То есть это единственная операция Берхарда, которая переводит фуллерену в фуллерену. Ну и мы видели, что при помощи такой операции из шесть бочки можно получить фуллерен с любым числом шестиугольников. Но мы видим, что здесь в процессе применения операции возникает два смежных пятиугольника. Поэтому Бакместер-фуллерен так не получится. Поэтому не все фуллерены так получаются. Далеко не все. Однако вот это простейший пример операции роста. Роста означает, что число грани должно увеличиться. Вот это простейший пример операции роста. Мы берем такой вот фрагмент и подразделяем его, получается новый фрагмент. Кстати, здесь граничный код будет такой. 1, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 2. Да, в этих двух одинаковый граничный код. Получается, что если применять операции роста, у нас фуллерен растет, получается новый фуллерен. Но дальше оказалось, что здесь обстоит дело не так просто. В 2009 году в статье Бринкман было показано, что не существует конечного набора операций роста, достаточных для того, чтобы получить любой фуллерен из начального конечного набора. То есть не существует конечного набора просто достаточного для построения любого фуллерена из конечного начального набора фуллеренов. То есть оказалось, что дело плохо обстоит в этом плане, что какой-то простой набор не получается предъявить, чтобы как-то был простой набор операций и простой набор многогранников. Ну, кстати, эта проблема вот с чем еще связана. Значит, проблема заключается в следующем. Кроме того, на тот момент она еще не была до конца решена, может быть, сейчас уже это и не так. Значит, смотрите, вот эти два фрагмента, они имеют и тот, и другой два пятиугольника. Ну, кстати, даже более того, значит, упражнение. Показать, что число пятиугольников внутри фрагмента, d – это фрагмент, на самом деле равно 6, мю 2 и мю 3. Так, это число вершин на границе валентности 2, и это валентности 3. Значит, это 6. И теперь давайте правильно напишем формулу. Если у нас один пятиугольник, то там число валентности 2, у него будет 5, да? А валентности 3 не будет ни одной. Вот так надо расставить. А если это один шестиугольник, то у него число вершин на валентности 2, 6. Здесь сокращается, и получается 0. Такая формула, ну, это просто обобщение той формулы, которую мы писали для многогранников, точно так же можно написать для разбиения диска. Случается такая формула. Вот, поэтому число пятиугольников внутри разбиения диска, с заданной границей, оно всегда одно и то же. То есть рост может быть только за счет добавления какого-то набора шестиугольников. Так вот, проблема такая была, и, возможно, еще остается. Верно ли, что не существует двух фрагментов на фуллерене с одним пятиугольником, который отличный? То есть вопрос такой. Вопрос. Существует ли два фрагмента D1, D2 с одинаковым граничным кодом? Ну, они отличный, разный фрагмент, и одним пятиугольником. Вот есть такая проблема. Вот решая эту проблему, но в той статье там нет окончательного ответа, но зато того, что они получили, достаточно для того, чтобы было показать. Значит, смотрите, в чем идея. Что если с одним пятиугольником фрагмент однозначно определен, то чтобы фрагмент что-то менял, нужно, чтобы два пятиугольника, как минимум, в нем присутствовало. Но фуллерены, у них пятиугольники могут отстоять сколь угодно далеко. И поэтому, если фуллерены у него пятиугольники далеко отстоят, то чтобы что-то с ним вообще сделать при помощи такой операции, нужно взять фрагмент, который будет большой. И вот поэтому, вот если бы это доказать, то это бы автоматически следовало. Вот. Ну, кстати, вот чтобы продемонстрировать, как получить фрагмент со сколь угодно далекими пятиугольниками, вот можно еще несколько слов сказать про такую интересную конструкцию. Есть такая конструкция, она впервые была как раз получена в другой работе Гольдберга в 1937 году. Гольдберга. Затем она была еще переоткрыта, немножко в другом виде, биологами Каспаром и Клагом. Каспар, Клаг. А еще она была переосмыслена Кокстером. Поэтому вот у нее много авторов, но вот давайте ее приведем в самом, так сказать, удобном виде. Возможно, у Гольдберга она была не так изящно сформулирована, вот скорее вот ближе вот к тому, что здесь. Значит, как можно по одному фуллерену получить сколько угодно много других фуллеренов. Значит, то, с чем он заключается. Давайте сначала рассмотрим двойственный многогранник. Да, фуллерен. Двойственный многогранник. то, что мы в начале лекции делали. Получается триангуляция сферы. А дальше давайте рассмотрим следующее. Давайте рассмотрим разбиение плоскости на правильные треугольники. Можно взять разбиение плоскости на правильные треугольники. на правильные треугольники. Давайте зафиксируем начало координат. Дальше возьмем два параметра. Значит, что это будут за параметры? Возьмем произвольные. Так, вот здесь еще нужно. Давайте возьмем вот это будет начало координат 0,0. Давайте рассмотрим произвольный вектор, который соединяет вершины вот этого разбиения. То есть вектор pq. давайте рассмотрим треугольник, который получается, если этот вектор теперь достроить до правильного треугольника. То есть давайте возьмем этот вектор и повернем его на 60 градусов. оно заметит, что поворот на 60 градусов переводит разбиение в себя. Поэтому этот вектор перейдет в вектор, который тоже будет так, ну здесь прям, чтобы здесь можно прям по клеточкам построить, вот такой вектор получится. Разбиение перейдет в себя и получится правильный треугольник с вершинами в таком разбиении. Да, правильный треугольник. Вот, но дальше оказывается, что значит, ну собственно здесь уже почти все и есть, что так как при повороте на 60 градусов решетка в себя переходит, ну вот это разбиение, то в частности вот если этот треугольник сюда приложить, вот сюда с этой стороны, то он, то здесь вот это разбиение, оно сойдется. Получится разбиение двух треугольников на более маленькие треугольники, которые согласованы. Да, и поэтому давайте теперь возьмем такой треугольник и на двойственном разбиении, на двойственном триангуляции сферы к фуллилену каждый маленький треугольник заменим на такой большой треугольник. Да, то есть вот если там один треугольник заменим на большой и на нем нарисована вот эта вот сетка, на нем нарисована сетка. И эта сетка, она получается будет согласована везде, потому что на стыках она согласуется. И мы получим новую триангуляцию сферы, уже на маленькие треугольники. И она тоже будет в вершине валентности 5 и 6. То есть это будет другой фуллилен. То есть получается, что это будет для каждого ПКУ это будет новый фуллилен, который строится по-старому с заданными параметрами ПКУ. вот. Но вот у такого фуллилена уже шестиугольники будут дальше отстроить друг от друга, чем у изначального. То есть он будет для достаточно больших ПКУ, у него будут все пятиугольники изолированные, и они будут далеко отстоять друг от друга. Да, потому что вершины валентности 5, вот они как раз будут отвечать ребрам вот этих больших треугольников. Да, по маленьким треугольникам, да, уже до них будет далеко дойти. Поэтому так можно построить фуллилен, у которого шестиугольники далеко отстоят друг от друга. Ну, кстати, надо сказать, что для двух простейших случаев, когда у нас есть вот такой вот вектор самый простой самый простой вектор 2, да, если 1 взять, то тут ничего интересного не произойдет. Можно взять 2,0, это будет один самый простой вариант, а второй самый простой вариант можно взять ну, правда, давайте считать координаты вот в таком базисе, в таком базисе, 1,1. 2,0 и 1,1, два самых простых варианта. Давайте посмотрим, что происходит с фуллиленом при таких операциях. Это можно описать достаточно явно. Значит, что такое 2,0 сначала. 2,0, значит, что происходит? У нас вместо треугольника возникает вот такое вот вместо каждого. Так, что происходит с фуллиленом? Треугольник это вершина, да, то есть если есть фуллилен, вот у него есть треугольник, это у нас он отвечает вершине, теперь вместо этой вершины возникает сразу четыре вершины. так, а грани у нас получается вместо вот этих трех граней возникает шесть граней. Значит, сейчас поймем, что происходит. значит, утверждается, что значит, это вот так его можно нарисовать, вот этот треугольник, который был, так, и теперь он подразобьется так, 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 значит, давайте так попробуем сделать, вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Давайте каждое ребро заменим шестиугольником. Так, так, что они в каждой вершине будут склеиваться снова в простую вершину. Тогда что произойдет с этой двойственным многогранником? Вот эта вершина, она останется вершиной, да, но при этом как раз добавится вот здесь вот три вершины. Да, вот это и есть. То есть, операция следующая, ну, операция, получается, для 2,0, операция заключается в, значит, утверждение для 2,0, фулерен получается одновременной срезкой срезкой всех ребер. вот, если одно ребро срезать, возникает четырехугольник, а если одновременно ребра срезать разными плоскостями, то вот такая вот картинка получается. У нас вместо ребер возникают шестиугольники, получается новый фулерен. У него вместо каждого ребра возникает шестиугольник, а старые грани, они уменьшаются, но у них число сторон остается прежним. получается новый фулерен. Но при этом заметьте, что у него если пятиугольники граничили раньше, то на следующем шаге между ними ребро срезано, возник шестиугольник, то есть они уже не будут граничить. А если много раз применять, то они вообще уже очень далеко будут отстать друг от друга. Ну и упражнение, вот это упражнение, было утверждение упражнения, что для 1,1 здесь другая операция возникает, глубокая срезка вершин. Предположим, что у нас здесь многогранник, и мы давайте срежем сначала вершины слегка. Получатся треугольники. Дайте дальше эти разрезы увеличивать, то в какой-то момент треугольники станут граничащими по вершине, а потом, если еще сильнее увеличивать, то возникнут вот такие вот. Вместо каждой начнут пересекаться плоскости, и вместо вершин возникнут ребра. То есть каждую вершину нужно заменить на шестиугольник. Шестиугольник. Так что у него три ребра, ну так сказать, трансверсальные, перпендикулярные, в кавычках, вот этим ребрам, ну можно даже по-настоящему нарисовать то есть. А остальные ребра лежат внутри грани. Да, вот есть экосайдер, правильный экосайдер, у него есть группа симметрии, все движения пространства, которые в себя переводят. Оно там есть, которое сохраняет ориентацию, и которое не сохраняет ориентацию. Вот если рассмотреть только те, которые сохраняют ориентацию, они называются вращениями. Вот если группа комбинаторной симметрии фуллерена содержит группу вращения экосайдера, то тогда можно показать, что он обязательно получается вот такой операцией из додекаэдра просто. Из экосайдра, ну да, из додекаэдра, а вот двойственной получается из экосайдра. То есть такие фуллерены называются экосоэдральными. Экосоэдральные фуллерены. Но давайте еще одно упражнение про экосоэдральные фуллерены. Что если вот эту операцию назвать Т1, а это Т2, то можно показать, что Т1 и Т2 коммутируют. И давайте возьмем додекаэдр и применим к нему так сказать все возможные операции, которые можно породить Т1 и Т2. Это упражнение, что мы не получим все экосоэдральные фуллерены. Это не получим все экосоэдральные фуллерены. Хорошо. Но надо сказать, что здесь еще один есть красивый момент, что вот на этой плоскости можно давайте рассмотрим комплексную плоскость. Это 0 будем считать, это допустим будем считать, что это единичка. Тогда вот это давайте назовем омега. Это будет корень шестой степени из единицы. Здесь будет тогда омега в квадрате, омега в кубе минус один омега это минус омега и минус омега в квадрате. Это все корни шестой степени из единицы. Вот. То такие комплексные числа значит это будет z которые выражаются в общем комплексные числа вида а плюс b омега так. Ну да, кстати, смотрите, у нас получается омега в квадрате плюс омега плюс один равно омега, поэтому омега в квадрате тоже выражается через омега и один. Вот такие числа они образуют, их можно умножать, получается такое кольцо, где а и b целые. Вот. Таким образом каждому такому вот такой конструкции некое комплексное число отвечает. так вот можно показать, что при композиции, вот если здесь есть операция, отвечающая числу о комплексным числом z, взять композицию с комплексным числом z' штрих, то получится операция просто с произведением комплексных чисел. Это один интересный момент, а второй интересный момент, что если мы берем вот ту конструкцию Терстена, там был многоугольник, то многоугольник, который получается для нового фуллерена после конструкции, он тоже получается умножением на комплексное число, вот это самое. Вот есть тут такой красивый факт. Да. Так. Вот если я не ошибаюсь, такие числа называются числа из Эйнштейна. Если взять просто комплексные числа, у которых вещественная мнимая часть целая, то это числа Гаусса называются. А вот такие числа, числа Эйнштейна называются. И вот получается, что фуллерены, они вот так непосредственно связаны с числами Эйнштейна. Ну и, кстати, вот в той конструкции Терстена, если разбиение метрика на сфере отвечает фуллерену, то там вот эти точки, которые получаются, они все должны быть числами Эйнштейна, чтобы это получился фуллерен. Так, ну, теперь давайте вернемся к операциям роста. То есть мы получили, что операции роста нельзя предъявить конечное число, чтобы получить любой фуллерен. Ну и дальше был предъявлен бесконечный набор операций значит где-то в районе 2008 года был предъявлен бесконечный набор операций там статья нескольких авторов сложно их произносить но операции они выглядят там приблизительно так, что есть некие фрагменты, которые со временем растут, да, и мы в каждом фрагменте неким образом его преобразуем. То есть там есть фрагменты двух типов, одни просто вот такого плана, да, можно взять конечный набор шестиугольников, да, вот давайте так возьмем здесь пять, пять, эти все шестиугольники. И дальше можно последовательно, да, взять сначала вот этот подразбить, тогда здесь будет шесть возникнет, здесь будет пять, пять, да, а здесь возникнет семь, да, но чтобы было не семь, то нужно его еще раз подразбить, нужно вот так подразбить, потом здесь здесь будет тогда шесть, тогда еще раз подразобьем, еще раз подразобьем, и вот такие операции, их будет бесконечно много, а здесь вот они немножко другие, тут тут нужно шестиугольники идут сначала подряд, а потом поворачивают. и поворачивает. Тоже подобным образом получается бесконечный набор операций. На основе этого бесконечного набора была создана программа Баки Ген. Во-первых, было доказано, что все получаются, а во-вторых, была написана компьютерная программа. И вот эта программа нашла ошибки в предыдущей программе Full Gen. Ну и уже теперь до 400 вершин уже там можно найти в интернете. То есть с этим набором операций получаются вообще все? Все получаются. А с набора, со стартового? Со стартового. Ну там такой факт, что нужно взять ну скажем так нужно взять додекаэдр и взять еще к этому набору добавить еще одну операцию и тогда получится все кроме еще одного многогранника. То есть там это все можно описать. Но я сейчас не буду здесь подробно говорить, потому что вот оказалось, что в некотором смысле это можно более изящно похожий результат получить более изящный. Да, и вот здесь как раз хочу сформулировать результат, который мы получили с Виктором Атвеевичем бухштабером. Вот мы видели здесь то, что если эти операции не одновременно применить, а последовательно, потом измекают семиугольники. Да, вот оказывается, что это очень логичная идея, что давайте разрешим на промежуточных шагах чтобы возникали семиугольники. Но если разрешать много семиугольников, то там слишком большое получится множество промежуточных многогранников, и, наверное, это будет не очень удобно получать. А поэтому мы разрешим очень узкий класс многогранников. Назовем 7-диск фуллереном такой многогранник, у которого есть один семиугольник с одним семиугольником, такой, что все остальные грани пяти- или шестиугольники. Взем это 7-диск фуллерен. Ну, есть, можно N-диск фуллерен определить точно так же, но вот 7-диск фуллерен, они в чем-то очень похожи на фуллерен. Я надеюсь, что успею рассказать, в чем именно они похожи, там у них есть одно очень важное сходство с фуллеренами, 7-диск фуллерены. И еще назовем 7-5-диск фуллереном. Надо сказать, что 7-диск фуллерен, такое понятие возникло в работе Мишеля Деза, Михаила Ивановича Штогрина, еще там Матьо Дю Тур с ними писал. В общем, есть такой набор авторов, которые активно занимались фуллеренами. Но Мишель Деза уже умер, а Матьо Дю Тур еще активно работает. Значит, 7-5-диск фуллерен, это 7-диск фуллерен, у которого у которого пятиугольник и семиугольник смежен граничит с некоторым пятиугольником. Давайте это назовем 7-5-диск фуллереном просто для удобства. Казалось бы, новая терминология может путать, но так короче сформулировать результат получится. И вот мы доказали следующий интересный факт. Для начала рассмотрим семейство фуллеренов. Значит, определение, что такое 5-0-нанотрубки. Вообще нанотрубки это отдельная тема, про нее можно целую лекцию рассказать, но сейчас коротко. Это такие фуллерены, которые имеют вид трубок из шестиугольников, которые на концах заклеены шапочками. Вот если взять разбиение плоскости на треугольнике, можно такое же разбиение на шестиугольнике получить. Это разбиение, в нем можно выбрать вектор сдвига, который совмещает разбиение с собой. И по этому сдвигу считать, что один склеить. Получится цилиндр. Считать, что шестиугольники, отличающиеся на две, совпадают. Получится разбиение цилиндра на шестиугольнике. Потом цилиндр можно обрезать и приклеить шапочки. Это называется нанотрубки. Не вдаваясь в подробности, скажем, что такое 5.0 нанотрубки. Это самый простой случай нанотрубок. Не так получается. нужно нужно взять шапочку из додекаэдра. Шапочку из додекаэдра. У нее граничный код такой. Это 2, 2, 2, 2, 2. 4, 5 двоек. И можно вокруг этой шапочки добавить пояс из шестиугольников. 6, 6, 6, 6, 6. И получим фрагмент, у которого снова 2, 2, 2, 2, 2. Такой же граничный код. Вот эта операция тоже присутствует в том списке, который в программе Bikigen используется. Вот. Так вот, если теперь обратно приклеить шапочку, получится новая фулерена. Если поясов к штук взять, к больше нуля поясов, то получится фулерен, который мы называем, ну и везде все называют 5,0 нанотрубке. 5,0 нанотрубке. Значит, что у них особенного? Вот я тут употребляю термин пояс, вот у них особенное следующее. давайте чтобы сейчас не перегружать и скажу только одно их свойство, а второе может быть чуть попозже. Значит, давайте такое упражнение со звездочкой. Это задача. Оказывается, что фулерен является додекаэдром или 5,0 нанотрубкой, тогда только тогда, когда он содержит фрагмент вот эту шапочку. Какой фрагмент содержит? То есть, оказывается, что если фулерен содержит такой фрагмент, то снаружи он уже почти однозначно определен с точки до числа поясов. Такой интересный факт. На самом деле, он не случайный. Можно предъявить еще большое количество других фрагментов, которые будут все отличаться тем, что у них будет ровно 6 пятиугольников внутри, но возможно еще какое-то число шестиугольников. Можно предъявить другие фрагменты, такие, что если фулерен содержит фрагмент, то снаружи он уже довольно жестко ограничен от фрагмента. Такая задача. Так вот, теперь сформулирую основной результат. Это теорема. Вот это мы с Виктором Матвеевичем доказали в 2017 году. Оказывается, что любой фулерен, кроме додекайдра додекайдра и 5-0 нанотрубок, которые и так все понятно, как устроены, можно получить из 6 бочки всего одного фулерена при помощи помощи четырех операций, сейчас я их так, что промежуточные многогранники являются фулеренами или 7-5 диск фулеренами. Причем операции следующие. Четыре операции, они очень простые. Одна операция это та самая, которая уже была, эндокротая операция. то, что мы уже с вами рассматривали. Когда мы берем шестиугольник, добавляем у него здесь ребро. Вторая операция, она, это тоже, каждая из этих операций, это срезка пары смежных ребер, это операция Берхарда. Но, вот здесь вот, вторая операция, вот здесь было 5-5, здесь было 6. то здесь будет 5-6. 6. Что при такой операции происходит? Вот эта операция Фуллерина Фуллерина переводит. При такой операции возникает семиугольник вот на одном месте. То есть возникает семиугольник. Следующая операция этот семиугольник передвигает. Можно взять семиугольник, вот здесь семиугольник взять и точно так же с ним поступить. Вот если здесь 6, здесь 5, 6. Вот если так подразбить, то здесь будет 6, 5, 6, а здесь опять 7. Он переедет куда-то. Значит, это перемещает. Перемещает семиугольник. И последняя операция, она его удаляет. Здесь тоже нужно иметь дело с семиугольником. Так, только это восьмиугольник. Здесь я синий. Значит, последняя операция его удаляет, семиугольник. Вот так вот. Вот если здесь 5, 5, а здесь 7, то из пятиугольников уже семиугольник не возникнет. Это удаляет. Семиугольник. Вот. Это такие всего 4 операции. Каждая из них – это срезка пары смежных ребер. И можно любой фуллерен получить при помощи этих 4 операций из 6 бочки. Ну, кроме вот этой серии, которая получается из додекаэдра вот той операции. Ну вот. Ну и получается, что в принципе можно было бы написать алгоритм, да, реализовать его на компьютере. Ну, пока некому этим заняться. Да, но я думаю, это было бы что-то очень полезное и возможно эффективное. Какая здесь… Плюс – то, что операций мало, и они очень простые. Минус – то, что нужно не только фуллерены перебирать, но еще нужно где-то запоминать вот эти 7-5 диск фуллерены, которых, в общем-то, больше. Если фуллеренов П-6 в 9, то этих, судя по всему, П-6 в 10 степени. То их немножко больше будет. Так. У меня вопрос. Да. Бывает теорема до этого, что конечным набором нельзя, но здесь обходится из-за того, что подводится семиугольная крайня. Да, да, именно так. Ну, и надо сказать, что почти все эти операции, их можно как композиции представить, но не все, кроме одной. То есть эти результаты, они на самом деле близки, но они не… один из другого не уводятся. По крайней мере, напрямую. Если еще немного постараться, то может быть. Так, хорошо. Ну, и теперь давайте еще там в названии, по крайней мере, в окончательном названии курса еще присутствовал геометрия Лобачевского. Да, вот я еще сейчас тогда тоже несколько слов про это скажу. При чем здесь геометрия Лобачевского? Ну, вот пока мы этим всем занимались, казалось, что что ни при чем. Но открылось, что на самом деле здесь есть очень глубокая связь. А именно давайте сначала вот что скажем. Вот помните Терема Штейница? Терема Штейница говорит, что сфера, разбитая на многоугольники, ее можно реализовать как поверхность многогранника комбинаторного. Тогда и только тогда, когда, во-первых, каждый многоугольник настоящий, то есть у него граница не склеивается с собой. То есть он, получается, ограничен простым циклом. Во-вторых, если два многоугольника есть, то они пересекаются либо по вершине, либо по ребру. Никак по-другому. Это Терема Штейница. Вот любопытный факт. Значит, ну это давайте упражнение со звездочкой. Но оно несложное, но так немножко нужно потрудиться, что любое тривалентное разбиение сферы на пяти, шести и не более одного семиугольника она дает многогранник. То есть для него выполнить Терема Штейница. Значит, что здесь имеется в виду под разбиением сферы? Ну, можно взять просто тривалентный сферический граф. Тривалентный сферический граф. Но что мы называем пятиугольниками и шестиугольниками? Вот каждое дополнение до этого графа состоит из открытых областей. Вот эту каждую область можно обходить вдоль границы. Вот если мы при обходе вдоль границы получаем К-ребер, то назовем это грань-коугольником. Она может быть в принципе, да, может быть к одному и тому же ребру с двух сторон подходим. Такое не исключено, но мы это тогда ребро два раза считаем. С одной стороны, когда проходим с другой стороны. То есть получается в каждой грани есть граничный цикл. Он может как-то самопересекаться. Ну, кстати, в упражнении попроще. Ну, порисуйте такие графы. И, например, для значит, упражнения для пять, шесть и одного восьмиугольника это неверно. Да, вот попробуйте предъявить разбиание сферы на пять, шесть и один восьмиугольник, где это не будет выполнено. Ну, это для любого даже. Восьми, на самом деле К-угольник, К больше и равно восьми, тоже неверно. Только для семи, верно? Почему я и сказал, что у них есть очень общие похожие свойства. так вот, получается, дает всегда многогранник. Но что здесь ключевое? Ключевое, что у него нету грань не может с собой пересекаться, да, вот такое не может произойти. И не может произойти того, что две грани вот так пересекутся. Но оказывается, что верно, более сильное свойство. Вот для того же класса разбиений сфер, которые оказывают, что они многогранники, конечно, верно, более сложное свойство. Что оказывается, что если вот три пояса, назовем три пояса, это последствия трех грани, которые попарно пересекаются, но не имеют общей вершины. А четыре пояса последствия четырех грани, которые пересекаются последовательные, но не имеют, но вот эти пересекаются, а не последовательные не пересекаются. Да, значит, вот это три пояса, четыре пояса. Но я не буду сейчас писать определение, две минуты осталось, но, по крайней мере, на словах, да, что это последствия грани, в которых пересекаются только последовательные, она циклическая, и никакая вершина лежит в трех гранях, да, вот как здесь. Так вот, оказывается, что у фуллеренов и семь дисков фуллеренов нет не только вот этих вот, но этих тоже нет. Получается, нет три и четыре поясов у фуллеренов и семь дисков фуллеренов. Это следует из-за результатов по теории графов такого автора Томислав Дослич где-то в начале двухтысячных годов. Две работы. Из одной следует, что нет три поясов, из другой следует, что нет четыре поясов. Так вот, чудесным образом, вот это финиш, чудесным образом оказалось, что вот эти вот два свойства, они характеристичны для следующего факта. Значит, такая теорема это А.В. Погорелов 1967 он поставил задачу и получил частичный результат и Е.М. Андреев 1970 он получил более широкий результат, из которого следует то, что мы сейчас формулируем, что многогранник П трехмерный реализуется в трехмерном пространстве Лобачевского как ограниченный многогранник. Ну, здесь ограниченный не в том смысле, что бывают, что можно рассматривать еще не многогранники, а в том смысле, что в пространстве Лобачевского бывают такие многогранники, у которых которые имеют конечный объем, но вершины некоторые лежат на бесконечности. Ну, сейчас уже не будем вдаваться подробностей, поэтому ограники конечного объема. Чтобы их отличить, здесь написано ограниченный с прямыми двугранными углами. Ну, и на самом деле, да, сейчас последняя теорема следует всеми плоскими углами. тогда, только тогда, когда П отличен от симплекса и не имеет 3 и 4 поясов. Ну, то есть, видите как, получается, что фуллерены и 7 диск фуллерены, они и те, и другие реализуются в пространстве Лобачевского с прямыми двугранными углами. И тогда можно такие многогранники друг с другом склеивать вдоль углов. и получается разбиение вообще всего пространства. На таким, да, даже лучше не склеивать, а отражать. Если многогранник отразить относительно плоскости, получится другой многогранник. Получается замощение всего пространства. Потом это замощение, а можно в общем взять часть этого замощения и как-то там это же действительно получится вообще трехмерная поверхность, склеенная из фуллеренов. В общем, тут есть очень интересная область. Вот, ну и давайте тогда для любознательных упражнения, что на плоскости Лобачевского существует k-угольник с прямыми углами, всеми прямыми углами. Тогда и только тогда, когда k больше либо равно 5. проиллюстрировать, в каком смысле откуда это берется. да, время вышло, тут уже нет времени давать какие-то детали. Ну, для тех, кто знает, что такое геометрия Лобачевского, вот проделать такое несложное упражнение. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует...